Цифровизация Цифра должна быть достоверна, быстро и качественно. В этом направлении основные моменты в 2023 году. Какая работа была проделана в вашем министерстве? И вот вы принесли такой замечательный буклет или информацию? Мы принесли вам информацию, исходя из которой вы можете более подробно ознакомиться с каждым нашим проектом. У нас очень много различных показателей, как на федеральном уровне, в соответствии с указами президента, с указами заместителя председателя правительства Дмитрия Николаевича Чернышенко, который курирует сферу цифрового развития. Так и много делается в нашей региональной повестке. И как вы уже сказали, быстро, качественно, удобно. Все это помогает делать национальная цель, цифровая трансформация. Вот в рамках этой цели мы решаем различные задачи, которые помогают людям работать и жить удобнее, быстрее, пользоваться всеми благами нашей современной цивилизации. В современном мире все более важную роль играет цифровизация в системе госуправления. Как обстоят дела именно в нашей республике? В нашей республике, как и во всей стране, вы знаете, Россия находится на ведущих ролях в сфере государственного управления, даже на международном уровне. Вот говоря о том, что сделано непосредственно в нашей республике, необходимо сказать, что есть такой важный, важнейший показатель, который входит в систему показателей высших должностных лиц. Это показатель цифровая зрелость. Туда входят такие важнейшие сферы нашей жизни, как образование, здравоохранение, непосредственно само госуправление, транспорт. Особенно в показателях транспорта мы говорим о наших автобусах городских, междугородних и важности цифровых инструментов, таких, как видеокамеры, системы оплаты, непосредственно экваринги должны стоять в каждом автобусе. Ну и важно, чтобы мы видели, где этот автобус едет в реальном времени. Также важные вопросы в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Я думаю, многие жители нашей республики воспользовались удобнейшим приложением госуслуги ДОМ. Я сам плачу только таким образом, как и все мои родственники, моя семья. Поэтому набор различных сервисов, которые есть в разных наших сферах, это очень важно. Вы знаете, что у нас школы работают в онлайн-инструментах. Родители могут увидеть оценки наших своих детей в онлайн-журналах. Приложение дневник.ру. Вот мы пользуемся. Пользуетесь. Вот. Ну и как вам? Удобно? Удобно. Сразу же, пока ребенок находится в школе, мы видим, какую оценку он получил. Но единственное, там есть «но». Чтобы получить больше информации, нужно получить платную услугу. Все верно. Но важно, что эта платная информация, она не является обязательной, не является важнейшей. И если вы хотите дополнительную информацию, то тогда да, она действительно предоставляется платно. Вот. Но в то же время для республики это хорошая возможность получать сервисы абсолютно бесплатно. По различным инструментам, ну, например, таким, как государственное частное партнерство. Вот. Это как было именно с этим проектом. Вот. Говоря о системе здравоохранения, я уверен, вы неоднократно слышали, я уверен, пользовались и записывались к врачам онлайн. Получилось? Верно. Да. Получилось. Мы, конечно, пользуемся этой услугой. Я не говорю уже о том, что уже давно вы получали загранпаспорт, только записываясь через госуслуги и получив большую скидку, да, в размере 30% при записи. Поэтому вот все эти меры и все эти инструменты, они направлены, безусловно, на повышение качества жизни. О них мы можем говорить очень много. В республике массовые, все 100% массовых социально значимых услуг подключены. Их выдают у нас как региональные органы исполнительной власти, так и органы местного самоуправления. И жители могут ими воспользоваться. Ну, я уверен, если... Вот у вас есть дети? Конечно, да. Занимаются спортом? Ну, относительно, да. Было бы очень удобно, если бы вы узнали, что ваш ребенок занял определенное место на соревнованиях, ему, соответственно, присваивается разряд, вы бы открыли электронную почту, а разряд уже пришел, соответственно, вам сертификат о том, что он получил разряд на электронную почту. Все это реализовано уже сегодня Министерством спорта Карачаева Черкесской Республики при нашей поддержке. И вы можете получить и подать через госуслуги заявку на получение разряда. Соответственно, не посещая учреждения, вообще не понимая, кто вам должен выдать. Если мы посмотрим на всю линейку спортивных разрядов, ведь они есть и юношеские, да, они есть взрослые, соответственно, есть мастер спорта, заслуженный мастер спорта. И вот, если мы посмотрим регламенты предоставления услуги, мы увидим, что это абсолютно разные ведомства выдают. Где-то это федерация спортивная, где-то спортивная школа, а уже на более серьезные разряды выдает непосредственно Министерство регионального спорта и Федеральное министерство спорта. Вот простому жителю знать это не обязательно, ему просто надо подать заявку, прикрепив результаты. Ну да, это очень удобно. Я могу долго рассказывать абсолютно про все наши сферы, ну вот, на примере спорта. А если говорить о банковской системе, сейчас повсеместно внедряется биометрическая идентификация. И у нас, конечно, в республике, скорее всего, нету, может кто-то пользуется, что с помощью лица можно распознать и выдать с банкомата денежку. Насколько это удобно и вообще можно ли доверять? Я, например, не доверяю. Может, это пока? Ну, вот смотрите, во-первых, надо сказать, что биометрия регулируется жестко законодательством, и органы исправленной власти ведут жесточайший контроль в этой сфере. Если организация занимается, то, соответственно, ее контролируют. Эти данные, персональные данные, учет никуда, ни в коем случае не утекает. Вообще, если говорить в целом о банковской системе, а конкретно о цифре в финансовых услугах, ну, такое направление целое, оно, значит, на международном уровне давно зарекомендовало себя финтех. Так вот, в России это одно из лучших направлений во всем мире. Вот, вы можете прочитать очень много различных аналитических материалов, и вы убедитесь в том, что Америки еще очень далеко до России в плане онлайн-приложений в банковской сфере. Вот, и вот в этой связи надо сказать, что Карачаево-Черкесская республика, она абсолютно не отстает от других регионов. У нас представлено большое количество банков, все они работают по онлайн-приложениям, и жители Карачаева-Черкесской республики удобно могут перечислять. Здесь, вы знаете, я не открою вам, наверное, какой-то, значит, сакральной истины, но вот все эти банки, они большинство представлены во всех субъектах, и это единая сеть и единые условия по всей стране, что очень удобно. Вот, согласитесь, наверное, это же было бы не очень удобно, если бы у нас был свой республиканский банк, который при отправке денег, ну, допустим, вашему сыну-студенту в Москву, снимался вас комиссию. Конечно, неудобно. Неудобно. И никто не пользовался. Да, поэтому на самом деле банковская сфера, она развитая в нашей стране и во всех субъектах, есть возможность перевода и без процентов, вне зависимости иногда даже от банков. Надо читать внимательные условия договора, но большинство банков сейчас идут даже на то, что с одного банка в другое. Ну, мошенники тоже бдят. Вы знаете, вы абсолютно правы, мы ведем на наших, значит, информационных каналах, вот плавно переходим к следующему проекту, вы знаете, что вступили в силу изменения в восьмой федеральный закон, в соответствии с которым все государственные учреждения обязаны вести социальные страницы в социальной сети ВКонтакте и Одноклассниках. Вот, я уверен, в вашей организации, соответственно, тоже есть социальная сеть, где вы постоянно выставляете материалы. Вот жители нашей республики, они осведомлены о том, что если на странице ВКонтакте той или иной государственной организации или учреждения стоит метка госорганизации, то это проверенная информация, которой можно верить, это выставил именно орган власти. Соответственно, мы четко следим за тем, чтобы эти метки не слетали, ну, не происходило никаких форс-мажоров, и жители знали, если, значит, это Министерство сельского хозяйства, стоит метка госорганизация, то той информации, которой можно верить. Вы знаете, что чаще всего все эти обманки происходили следующим образом, создавали аккаунты, аналогичные сайты, дубляжи, да, и житель просто не понимал, на каком сайте. На самом деле он был на сайте мошенников, что он один в один инфраструктуру, ну, визуально соответствовал сайту оригиналу. Ну, и не единичные случаи, да. Не единичные случаи. Поэтому вот федеральное законодательное место не стоит, оно меняется, оно идет в ногу со временем. Далее мы ведем различную профилактическую работу. Вот есть такой федеральный проект, вот инициированная президентом программа национальная цифровая экономика, она имеет ряд направлений, вот, и она признана информировать жителей нашей республики о и атаках, и кибератаках, в том числе о недобросовестных, значит, вот злоупотреблениях, вот в той серии, о которой вы говорите. Есть такой проект, который называется «Урок цифры», его ведет ОНО «Цифровая экономика». Вот мы совместно с ОНО «Цифровая экономика» во всех образовательных школах Карачаева-Черкесской республики проводим такие уроки совместно с Министерством просвещения, и наши ученики с малых лет знают о том, каким образом, как себя вести, чтобы не попасться из своей, значит, персональной данной, ни в коем случае они не утекли и не попали в злоумышленника. Вот у вас спрошу, вот вы знаете, что если вы подключаете телефон к общественному Wi-Fi, то открывать, соответственно, приложения, такие как Сбербанк Онлайн, ну или другие, нежелательно, и отправлять деньги в этой ситуации не нужно. Нет, не знала. Вот, поэтому… Вот, теперь буду знать. Да, это очень важно, и ознакомиться на наших информационных ресурсах с минимальными требованиями к цифровой грамотности, к цифровой финансовой грамотности, уроки, по которым мы ведем в различных школах Карачаева-Черкесской республики, но делимся материалом на наших ресурсах. Насчет быстроты, легкости, чтобы пользоваться всеми услугами, нужен интернет. Насколько наша республика в этом плане может предоставить нашим жителям спокойно, легко и быстро пользоваться этим интернетом? Ну, смотрите, на сегодняшний день… В отдаленных уголках нашей республики. Вне зависимости от территории, а вы знаете, у нас очень много горных территорий, более 98% жителей Карачаева-Черкесии, так или иначе, имеют доступ и пользование к интернетам. Этому способствует, во-первых, инициированная президентом Российской Федерации такой проект, как устранение цифрового неравенства. Через три года мы закроем абсолютно всю территорию Карачаева-Черкесии досугассказным интернетом. В 2024 год наступил. Какой проект необходимо реализовать, большой проект, если он есть, существует в 2024 году, или есть какие-то недоработки с 2023 года? Над чем стоит поработать? Вы знаете, направлений развития еще очень много. Я могу поделиться с вами над тем, над чем мы работаем, какие планы, какие перед нами ставят задачи председатель правительства, какие перед нами ставят задачи глава республики. Если мы уже затронули тему сотовой связи и операторов сотовой связи, необходимо отметить, что в сентябре этого года состоялась встреча главы Карачаева-Черкесской республики и Максута Игоревича Шедаева, на которой были оговорены ряд вопросов. Один из них – это установка базовых станций на территории, которая ведет к Архизу, к нашему прекрасному курорту, у которого порядка 15% увеличивается количество отдыхающих. И есть 30 километров, не доезжая Архиза, по горной местности, соответственно, и где-то вообще полностью отсутствует сотовая связь, где-то отсутствует телефонная связь. Вот на этой дороге в этом году мы с Мегафоном, ну и другими операторами работаем над тем, чтобы сотовая связь появилась. И она, я уверен, появится. Заканчиваем работу по проекту Госвет. Значит, согласно этому проекту, в учреждениях образования, все сайты учреждений образования – это школы, детские сады, здравоохранение, все сайты будут одинаковые, это будет очень удобно, и защищены полностью, располагаться на защищенной платформе федеральной. И, вы знаете, вам будет удобно, вы привыкли пользоваться сайтом, допустим, вашей школы, вы заходите на сайт больницы, а у него интерфейс аналогичный. И когда это... Не стоит изучать заново, да. Совершенно верно. Это будет очень удобно для жителей нашей республики. Действительно легко, быстро, доступно. Да, мы уверены, что в этом году мы продолжим цикл наших образовательных интенсивов, которые хорошо себя зарекомендовали. Вот в прошлом году, в рамках года педагога и наставника, инициированного президентом Российской Федерации, мы проводили интенсивы в Центре одаренных детей, которые были посвящены различным интересным медианаправлениям совместно с Министерством образования, Министерством культуры. Вы знаете, дети настолько погрузились в эту атмосферу. Мы увидели, что это интересно, это молодежи, как говорят, они сейчас заходят, и мы продолжим эту работу уже в рамках года семьи, объявленного президентом нашей страны, вот 2024 год. Если говорить еще о вот таких интересных проектах, которые ожидают жители Карачаева, Черкесской республики, то мы продолжим совершенствовать работу в части государственных услуг, мы продолжим работу в части государственных пабликов. Валерий Вячеславович, желаю удачи, информация была полезной. Желаю вам реализации всех задуманных проектов и, конечно же, успеха в работе. Большое спасибо. Зрителям напоминаю, что гостем нашей студии программы «Интервью Россия-24» стал министр цифрового развития Карачаева-Черкесии Валерий Вячеславович Медовый. До встречи. Продолжение следует...